А может быть и группа. А мне не смешно. А я уважаю, что 300 тысяч баксов с Москвы получать. Вот это дурдом. Захищать людей, которые привозят гроши в Москву. Послушайте, вы солдат. Я вас за это страшно поважаю. Я не солдат, я воин. Как вы можете захищать того, кто из Москвы привозит гроши? Обоснуйте мне, показите мне этот факт. Обоснуйте, и до него придите, ему что-то сказать. Обоснуйте, чтобы я поверил. Это для чего есть суд? Просто аудиозаписи? Это тот суд, который еще купюет. Чому Аваков, ну есть видео, есть сиделана, да? Син Аваков, почему вы не сидите там? Почему вы не сидите там? Национальное антикоррупционное бюро. Я вам хочу дипломать, почему Аваков не сидит меншин? Я воню, потому что это нет справки. Я не маю право отвечать в справки. Вы прокурор. Не. Вы же державный прокурор. Чтобы по закону я не маю право отвечать. То есть все доброе? Я ответит за свои справки. Чому вы тогда, генпрокурор, не надавите на полицию, на все вещи, чтобы его посадить? Кого? Ну, кого? Ну, Авакова. Национальное антикорупционное бюро не подпорядковывается журнему другому органу в государстве. Воно работает исключительно под САП и НАБУ, отдельный орган, на который никто не имеет влияния. Где наши студии? Антикорупционные и тому подобное. Ну, как они? Где они? Готовьтесь законно, насколько я знаю, внесено. Сколько они будут еще готовы? Напевно, на эти сессии проголосуют. Точно мы в дурдоме. В дурдоме, где захищать людей, которые... Чему? Да, хорошо. Северин сидит. Чему у вас был сын? Да, у вас был проблемный сын. Чему? Вин так просто, ну, от всего, ну, ничего. Ну, а когда у полицейского аварии. Потому что полицейский пьяный, гейтенцы. А-а-а! Конечно. Конечно. Все нормально? А я думаю, что ты не бугин такой. То есть, рядом сидит пьяный, да? Мы тогда министром. А, нет, ему на встречку выехал. Мы министром были. Нет, нет, а вот есть фотографии. А если бы я вот так был бы, вы меня простреляли. Бо ваш сын, ну, бачите, даже и дня не будет. Он на своей полосе, а против него еде пьяный. Слухайте. Нет, нет, нет. Я хочу задать вопрос. Его с дурдом, ну, бля. Пан Юрий, ну, бля. Пан Юрий, будет спрос народа, ну. Будет спрос народа, ну. Я до него завтра. И военные прийдут, ну. Почекайте, ну. Я до него завтра. Почекайте, ну. Почекайте, ну. Почекайте. Справа щодо голови райвідділка Болонська. Ви обецялись. Я сейчас не помню, а может быть? Ну, блокнот. Ну, слушайте, на сегодняшний день мы маем яку ситуацию за 4 роки. Ви розумієте? Там маши, форти, полиция, звинувачивая людей у проплаченых. У меня снос. Доказів? Ну, наметів, наметова мистечка дискредитують. Кажут, что я хочу... Ні, я взагалі. Взагалі мені, но. Я просто кажу, ви вчора хотели з вами поспорікуватися. Фотографатура, дядь, дядь. Заразусь. Да? Ну, на сегодняшний день. Поспілкуватися, будь ласка, милая. Я вчора поспілкувався. Дурвский вечер. Можете было прийти на работу поспілкуватися? Вам... Врежний... На том, если вы прислали сюда двух бомбив, які навіть не знали ні прізвища вашого Донгадзе? В яких был жив. Ну, натуральних, які навіть прізвища не знали. Ніхні Донгадзе. Это мой Донгадзе. Моя мама не бляду. Как не готовить? Понимаете? Вон... Він провокує... Ваші Донгадзе. Ваш Донгадзе. Это мой Донгадзе. Да, не їхні Донгадзе. Чому вы Северенович? Ну, им не соромно. Как його зовут? А мы, как би, требуемся, в авторник, когда будет тут, взяли туда, и освободили силу. Может, и треба, сколько угодно. А вы уже договорились? Вам была? По цей статье до восьми роков. А почему вы уже судили? Потому что такая статья державна сзаду. Потому что так написано в КНК. Он же ничего не нарушил. А вы уже довели его в войну? Нет. Это вы договорились о суде. Будет договорились о суде. Докази? Докази мне есть. Судья з них смеется, а выполняет указинки с банковой. Если судья смеялся, то он бы вытхилит наше плотание. Нет, она смеялась. Один судья. Один судья. Один прокурор ходит. Один. На все дела Михаила Миколаевича. Нет. Ну, извините. У вас один прокурор. У меня в процессе Януковича два еще. Там вся справа. Сильона Дангаза. Вся справа. Это прокуроры отказываются от выполнения функций. И вы нашли одного парня. Одного? Да. У того прокурора, который уже не выдержал. Я вам скажу. Вот эта ситуация, которая склалась в Украине, в которой вы принимаете участие, это порушение. Я думаю. Да. Я думаю. Чудесно. Да. И ракетой тоже. Да. Ракетой тоже. Да. Ракетой тоже. Конечно. Вот смотрите ваши обещания. Не надо убегать. Не надо. Идите, услышите ваши обещания. Я думаю. Юрий Витальевич, задайте. Задайте, как мне сказали. Что это такое? Это тупые правила. Ё-моё. Сюда пришло в палатку 12 блоков. Мы их выгоняли. Они не хотели. Ну, видно понятно, что мы с этим машинами полиции. 18 лютого 2014 года. Юрий Витальевич Луценко. Зі сцени Майдану. Через то, что одна людина, которая перетворила страну в тюрьму, засела на самой вершине украинской влады и перетворила страну на злодейский общак, защищается оловянами солдатиками, которым выдаёте злочинные наказы, это решение должны принять не политики, а люди. Сегодня свое решение должны принять в первую очередь каждый сотрудник Министерства внутренних дел, которого влада кинула на свой народ, и вы сейчас, ребята, стоите на кордоне. Я сидел в тюрьме, но никогда не ховался за ваши спины. И сегодня я, Луценко, среди людей. А те пидорасы, которые вас кинули против народа, сидят в своих солдатых норах. 18 лютого 2014 года. Юрий Витальевич Луценко. Зі сцени Майдану. Луценко. Жизнь Майдану. Майдана. Продолжение следует...